Здравствуйте, коллеги! Сегодня я вам расскажу про топ-5 ошибок во время внутривенной инъекции. Меня зовут Самвел Багдасаров, я врач-анестезиолог, веду курс по неотложной помощи в практике врача-косметолога. Первая ошибка, которую мы можем допустить, это изначально неправильный выбор вены. Например, мы выбираем вену очень тонкую, или хрупкую, или извитую, и заведомо начинаем сталкиваться с проблемами во время ее установки. Следующая ошибка, которая может возникнуть, это нарушение правил асептики-антисептики, ведь это самое главное в медицине. Если мы недостаточно хорошо обработаем поле, не защитим себя, не наденем перчатки, то мы подвергаем как пациента, так и себя риску инфицирования. Третья ошибка, это так называемая трансфиксация, когда игла протыкает кожу, но не попадает в сосуд, и фиксируем мы ее вне сосуда. Четвертая ошибка, это формирование гематомы, когда мы прокалываем сосуд насквозь, и кровь изливается в подкожное пространство вокруг сосуда, и таким образом нарушает визуализацию этого сосуда. Мы не можем далее воспользоваться веной, и не можем в это же самое место снова провести винипункцию. Нам придется выбрать следующее место. Пятая ошибка при винипункции, это инфильтрация, или ее еще называют экстравазацией. Что это такое? Это когда внутривенный катетер попадает мимо сосуда, мы вводим препарат, который оказывает раздражающее воздействие, и может формироваться зона воспаления вокруг введения препарата. Мы разработали новый уровень практики получения навыков и знаний. И предлагаем всем посетить наш авторский курс по неотложной помощи. Продолжение следует...